Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы с нами на влиянии. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Будет снова интересная беседа, интересная встреча. Мы в прямом эфире. Юра Аскера со мной. Приветствую, Юра. Будьте благословенны. Юра, у нас будет интересная тема. Очень. Интересная. И мы выбрали эту тему. Кстати, я ее озвучивал как-то раньше, о том, что мы будем об этом говорить. И очень важно частью этой темы, чтобы мы приложили толкование к многим местам Писания и рассматривали эти места Писания Старого Завета, Нового Завета с позиции культуры тех народов, как мы говорим, которым оно было адресовано. Да. Не учитывая этих моментов, мы многое теряем. Потому что Писание, которое писалось Старый Завет и Новый Завет, мы понимаем, что в то время оно не было написано украинцам, или белорусам, или армянам, или молдаванам, и американцам, или китайцам. Да. Конкретно... Евреям. Евреям было написано. И в то время существовали устои еврейские, особенности еврейские, традиции, все, что с этим связано, но и культура. Незыблемой частью этого всего, как мы говорим, этого букета, была их особая культура, которая отличалась от всех других культур. Да. Кстати, прежде чем мы приступим, знаю, что ты проводишь семинары. Семинары в некоторых церквах. Ты видишь острые темы, которые стоит поднимать в твоих семинарах. Кстати, вы неоднократно встречались с Юрой Аскеровым. Юра является учителем слова, учителем-проповедником слова и учителем. То есть ты преподаешь и в семинариях, преподаешь в школах, в библейских школах также преподаешь. И ведешь библейские семинары в разных церквах и в Украине в том числе. И даже, по-моему, в Молдавии ты был, да? Не, в Молдавии я не был. Пока еще не был. Но я, может, пророчески. Пророчески, да. Поэтому ты видишь последний семинар, который ты проводил в Сакраменто, что особо остро, в чем нужда в особо остром, на чем ты акцентируешься? Хорошо. Если кратко, первое, что меня интересует, это учение проповеди. Почему проповедь в церкви должна направлена быть к людям? Это раз. Во-вторых, она должна быть хорошо подготовлена. Ну, перед этим, конечно, она должна быть выпрошена у Бога. Она должна быть пережита. Потому что, если она не пережита, ну, что может человек рассказывать, если он не пережил сам? Это одно. Люди должны понимать. И я понимаю, что в отчинстве проповедь это толкование Писания. Это толкование того, о чем мы говорим. И то, о чем мы сегодня будем говорить, оно тоже будет касаться толкования. То есть, это толкование с позицией еврейской культуры и традиции. Я просто маленькое такое вступление к этому сделаю. В 95-м году моему другу привезли кассеты. Много христианских кассет. И среди них попалась одна неверующая. Тарас Бульба. Тарас Бульба, который снятый в Голливуде. Здесь. Ну, до половины фильма вроде и сюжет, и сценарий был как бы нормально. Пока Тарас Бульба не запел. А что же он запел? Он запел Калинка, Калинка, Калинка. И мы начали смеяться. То есть, американцы не знают нашей культуры. Абсолютно. И у них, что украинцы, что русские, это одинаково. Раша. Раша. Так же самое в 93-м году, когда я начал заниматься миссией с евреями. Ну, интересно, потому что было свое ведение, и все. И тогда впервые я увидел то, что я проповедовал раньше, оно с чем-то не состыкуется. И тогда пришлось сесть за толкование, сесть за Библию, смотреть термины. А терминология – это основа богословия. И обращаться к культуре. Вот смотрите, один пример. Один очень интересный пример. Как мы его проповедуем у нас? Ну, вернее, не проповедуем, а мы его преподносим. Никодим. Третья глава Евангелия Иоанна. Почему Евангелие Иоанна интересное? Потому что это 90% нового материала. И 10% повторяется. Но это 90% нового материала. И вот Никодим. Мы проповедуем. Я очень много слушал проповедь, которая называется «Тайный ученик». Вот Никодим, боясь иудеев, ночью, как партизан, пришел к Иисусу, чтобы его никто не видел, чтобы слово кто-то ему не сказал. И дальше говорится о том, что все-таки в своей трусости он пришел к Иисусу. Но теперь, когда я начинаю изучать историю и начинаю изучать еврейскую культуру, я в шоке. Почему? Это не так было? Да вообще не так. Почему не так? Никодим никого не боялся. Пол Иерусалима трусилось перед ним. Перед Никодимом? Да, перед Никодимом. Он был член Синедриона. Раз. Ну, извините, как у нас член Верховного Совета или Сенат. Ну, да. Во-вторых, он был законоучитель. Дальше. Он был старейшина народа. Ну, и потом, упуская все остальное, он еще был семьянин, у которого была жена и дети. И задается вопрос. А сколько же у Никодима было свободного времени? А вот из-за чего он ночью пришел. И вот задается вопрос, и люди отвечают, а у него вообще свободного времени нету? Это был настолько занятый человек. И тогда я спрашиваю другой, а Иисус, у него много было свободного времени? Я говорю, Юр, ты что? У него были ученики, у него был народ. С течения? Все. К нему приходили больные, к нему приходили фарисеи, к нему даже в садуке иногда приходили. То есть все, кажется, все население, оно приходило к нему, потому что всех интересовало. И задается вопрос, Иисус имел свободное время? Тоже не был. И вот теперь мы обращаемся к иудаизму. Что говорит иудаизм? Все еврейские раввины писали ночью, потому что днем они были очень-очень занятые люди. Взять маймун, это светило иудаизма. Он был врачом. Он был врачом у Салахаддина, султана Каира. Салахаддин уважал его и постоянно призывал к себе, постоянно. Ему нужны, во-первых, хороший друг, во-вторых, ему нужен хороший советчик, в-третьих, ему нужен человек, который поможет ему. После этого маймун приходил домой, и его уже ждали толпы больных людей. Там были и мусульмане, и христиане, и те же иудеи, и он никого не отсылал домой. И когда наступала ночь, это было его время. И вот раввины говорят, лучшее время для изучения закона, это ночь. И вот два великих раввина, один из которых был Никодим, другой был Иисус. Они встретились ночью, им никто не мешал. Никто не скажет, Иисус, там к тебе пришли, или Никодим, там тебя шеф вызывает. Никто не скажет, они двое. А тема серьезная была. А тема была серьезная. И во-первых, Иисус сказал о втором рождении. И во-вторых, этому человеку он сказал, цель своего прихода, первое, чтобы его, как змея, вознесли в пустыне. Потому что мы знаем эту историю, которая была в пустыне. Когда маленькие змейки, которые назывались, между прочим, серафимами. В еврейской торе написано, серафимы. Когда они кусали людей, люди умирали. И вот Моисей попросил совет у Бога, а перед этим было покаяние народа. И Бог сказал, змея нашествь и поднять высоко, чтобы каждый укушенный мог посмотреть на него с верою и остаться живым. Так же само сегодня верующие люди. А что мы, мало грешим? Хватает. И вот каждый, ужаленный грехом, теперь может посмотреть на Христа, который вознесен и так высоко. И получить милость и прощение. Второе, это то, что этим была показана Божья любовь, что Он отдал. Ну и третье. Знаменитое 3.16. Да, да, да. И сказано дальше, что Иисус не пришел судить этот мир. Но чтобы мир был спасен через него. И вот мы смотрим, беседа двух великих раввинов. Ночью, когда им никто не мешал. И мы сегодня в результате имеем третью главу Иоанна. Прекраснейшая глава. Ты знаешь, я принимаю. Я вот впервые в прямом эфире слышу это толкование. И я принимаю. Это просто потрясающе. Изложено тобой, Юра. Спасибо тебе. Потому что, ну, потому что, ну, столетиями. Не такой я старый. Ну, по крайней мере, 40 сознательных своих лет я слышал проповедь о том, что все-таки Никодим из страха. Вот, чтобы ему там жарко не было от иудеев. Я понимаю. Юра, раз уж мы пошли уже в экскурс еврейского народа. Я просто можно? Я немножко еще за один семинар скажу. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, и еще один семинар, который я люблю проводить. Это о душепопечительстве. Подавленность, разочарование, страх. То есть, вот эти вещи, которые бывают в жизни верующих людей. То есть, дать библейскую оценку. Что это? До эфира мы с тобой говорили о том, что, видите ли, появилась в народе Божьем депрессия. И я даже статистику привел ужасающую. Ужасающую. Относительно антидепрессиантов, таблеток, которые нашим людям дают, старшим людям. И это огромный бизнес оказывается на антидепрессантах. Ну, что это такое? Я, помнишь, я тебе сказал до эфира, говорю, объясни, что это такое. Я не знаю, что это за слово. Потому что я никогда не был в депрессии, и, слава богу, не буду. Ну, слава богу. И не просите, чтобы она пришла. Как мой друг попросил, Володя Воронский. И она пришла. Она пришла. Но зато этот человек, увидев ее, теперь мог помочь тем людям, у которых она была. Увидишь. Да. То есть я провожу семинары о душепопечительстве. То есть как помочь этим людям. То есть библейская оценка того, что происходит. Дальше. Как оно приходит в жизнь. Что оно делает. И как выйти. И не только выйти, и как больше не попадать туда. И другим помогать. Да, и другим помогать. Здорово, здорово. Поэтому пусть Бог благословит. Кстати, ты проводишь эти семинары. Последние семинары ты проводишь в церкви Вифания. Ну да, это по толкованию Писания. То есть не по толкованию, а по проповеди. По проповеди. С проповедниками, с пастырями. Пусть Бог благословит. Спасибо. Итак, Юра, давай в синагогу. Давай войдем в синагогу. Давай. Это прекрасно. Мы начнем с синагоги. Все, что мы знаем в наших проповедях. Синагога, где собирались евреи. И где в 4 главе Лука говорит о том, что Христос по обыкновению пришел. Подали ему книгу. Ну и вот отсюда и начнем. Хорошо. Дело в том, что синагога. Синагога это дом молитвы или дом собрания. Она впервые была основана в 586 году в Вавилоне. Это было откровение. До нашей эры. До нашей эры. Это было откровение, которое дано было языке Илю. О том, что Бог будет как малое святилище. Да, написано так. Хорошо. Я бы там, кстати, сегодня читал. И когда это произошло, вот вопрос. Когда иудеев вывели в Вавилон. И был разрушен, когда первый храм был разрушен. Да, первый храм, да. Когда это были практически уже неверующие люди. Которые поклонялись идолам. Из-за этого, вот эта еврейская эсхатология тех времен. Они покинут землю, которую Бог дал им. И вот теперь там Бог дает откровение Иезекиилю. А для Иезекииля было очень много откровений. Как это так? Он, потомок священников, знал, что щена, то есть присутствие Божие, только в Иерусалимском храме. И как здесь, на Вавилонской реке, он видит Божье присутствие. Для него это было откровение. И вот теперь откровение о синагоге. Хорошо. Мы смотрим, что синагога, ну она не была ровней храму. Нигде, никогда, ни один автор не написал, что синагога равняется храму. Она не заменяла храм. Она не заменяла храм. Не заменяла. Только в редких случаях, когда храма не было, она служила местом, где утверждалась вера евреев, где проводились определенные вещи, но не ритуалы. Хорошо. Мы смотрим дальше. Было организовано. И вот руководителем синагоги обычно становился человек, который был сведущ в Писании. Юра, кто мог организовать синагогу? Всевышний. Нет. Хорошо. Я имею в виду, собралось несколько евреев, и не было жесткой структуры. Несколько евреев собралось и организовали синагогу. Вот, например, мы возьмем вот этот квадрат. Да. Квадрат. Если в центре мы поставим точку, километр примерно сюда, сюда, сюда и сюда, вот это место. И все люди, которые жили в этом квадрате, приходились. Они организовывали синагогу именно здесь. Почему? Потому что действовало правило субботнего пути. В другом квадрате, километром, они не имели права быть членами. Только здесь. Понял. Потому что нарушался субботний путь. Дальше. Синагога имела, помимо основного руководителя, это раввина. Раввин, это был ученый. Это был богослов. Это был человек, который учился, извините, не один десяток лет. Для чего? Потому что раввин был не только духовным главой. Он был и врачом. Он был и душепопечителем. Наставником. Наставником. Все во всем. Судьей. Судьей был. Другими словами, если ему приносила синагога бумагу на подпись, там, осудить кого-то, он смотрел. Он сверял это с Писанием, с Галахой, то есть с вводом законов. И если это было против законов, он аннулировал это все. И синагога подчинялась ему. То есть он был верховный глава. Дальше. За ним стояли три человека. Писание называет их начальниками синагоги. Это довольно интересные люди. Почему? Потому что, например, каждый из них, вот в год 12 месяцев, каждый из них 4 месяца был начальником синагоги. И остальные 8 месяцев, ну, как бы, его заместителем. Эти люди ведали финансами. Они чередовались, да? Как череда была. Да. Не Равин заведовал финансами. Они освободили Равина от финансов. Чтобы он чисто Торой занимался, Талмудом. Да. Да. Это ученый, который должен дать ответы на все вопросы. На все вопросы. Дальше. Ну, если что-то касалось там тела, ну, нечистоты или что, вопросы, когда не было храма, решал Равин. Теперь начальники синагоги. В Писании мы тоже часто встречаем, это люди, которые руководили синагогой. В ихнем ведомстве была сама синагога, синагогальные финансы, синагогальный суд. Это тоже очень важно. Потому что на суд и шли в синагогу. Да, да. И эти люди, которые тоже были сведущи в законе, сведущи в Писании, они давали свою оценку, которую впоследствии или подтвердит, или опровергнет Равин. За ними и шли еще несколько человек, их называли габайт-снака, то есть разноятели-милостыни. Это была ответственнейшая работа. Но и шли туда одни из самых богатых людей. Почему? Ну, во-первых, эти люди каждую пятницу обходили свой район, собирали подаяния для бедных. Потому что пятницу вечером, вот еврейские сутки наступали на то время где-то примерно в шесть вечера. Вот как Писание говорит, и был вечер, и было утро, день такой-то. То есть день наступал вечером, и суббота тоже наступала вечером. И для того, чтобы бедные имели хотя бы хлеб и вино, эти люди обходили и в этот же день. То есть то, что собрали, они разделяли между бедными. Это была первая их ответственность. Дальше. Они знали на своем районе всех бедных, сирот, вдов, бабушек после 65 лет. И также девочек, родители которых не могли собрать приданное. Почему? Потому что синагога ставила потом этих девочек на учет, и синагога собирала деньги, и синагога выдавала эту девочку замуж. Интересно. Почему? У них заповедь. Каждая девочка должна быть матерью в Израиле. Это заповедь. А заповедь надо исполнять. Заповедь кто-то заповедал. Хорошо. Кстати, знаете ли вы, друзья, что каждая синагога в мире фасадом обращена на Иерусалим? Да. Наверное, немного знают. Ну, у нас была с вами одна передача, и я тогда рассказывал, что в Луцке на Богдана Хмельницкого 6 было знание, которое Семен Павлович Долинский отвоевал у властей. Он был тогда руководителем еврейской общины, довольно благословеннейший человек, хоть он давным-давно умер, но всегда, как говорится, светлой памятью вспоминаю о нем. И получилось так, документы сгорели, была война. Документов никаких, подтверждающих, что это была синагога, нет. И тогда он идет на крайний шаг, он вызывает геодезистов. И при всех, при комиссии он говорит, синагога ориентирована на Иерусалим. Ну, те посмеялись, посмеялись. Но когда эти ребята установили свои приборы, они все измеряют точно, синагога, то есть здание ориентировано на Иерусалим. На восток. Да. И, кстати, каждый правоверный молится на восток. Да. Без исключения. Но в Иерусалиме другая статистика, то есть другое правило, все синагоги обращены к месту, где стоял храм. Ну да, это интересно. Кстати, в Иерусалиме в то время, в то время насчитывалось 480 синагог. Слава Богу, это хорошо. Потрясающее количество. Я не знаю, кстати, интересная статистика сейчас, сколько синагог. Ну, много, но... Сейчас, наверное, больше. Может быть, может быть. Потому что я знаю, что есть польские евреи, люди, которые... У них довольно интересная традиция. Девочка выходит замуж, она остригает и обрывает свою голову, и она носит парик. То есть, из чего это было взято? Это взято было с историей. Кстати, мы ходили по Иерусалиму две недели назад, и нам показывали, видим полностью обритые девочки, прикрытые чем-то платком. Или париком. Да, или париком. И нам объясняли, что это такое. Поэтому я, кстати, и не думал, что существуют такие... Да, существуют разные. Ну, это в основном правоверные. Мирские это не делают. Да, ну, мирские это мирские. Мирские это мирские. Мирские только приходят на Йом-Кипур, это на судный день, один раз в год. Как православные у нас приходят на Пасху. Ну, и так. А если ты окончил? Не-не-не, я еще не окончил. Пожалуйста. Хорошо. Дальше. У меня масса вопросов есть. Хорошо. В синагоге дальше готовил благослужение Хазан. Это тоже был довольно интересный человек. Он на каждое служение искал семь человек. Одного левита, одного коина, то есть священника, и пять простых израильтян. Дело этих людей было чтение Торы. Он стоял с Торой, ну, у тех было на Биме, это стол, где стоял на возвышенности, там, где разлаживали Тору. То есть Тору запрещено трогать руками, там водить пальцами, потому что, ну, все-таки дорогая вещь. Ну, а во-вторых, для евреев это святость. И вот этот человек слушает, ну, у него книжка уже напечатанная, Тора, все. И если человек делает ошибку в чтении, он его останавливает, исправляет и дает возможность дальше читать. И это снова обычай, который был написан в Писании. Потому что в синагогах, например, Европы и других мест, там получалось немножко по-другому. Там около чтеца, который стоял и читал на еврите, он читал ему тихо, а тот уже на местном языке как бы провозглашал. И это было, как Иисус говорит, что услышите на кровлях, на ухо, говорите. В слух. Да. Вот это снова же пример синагоги. Дальше был шамаш, синагогальный слушка. Не шаман. Не-не-не. Шамаш. Шамаш. Это одно из благословеннейших занятий. Человек, в ведомстве которого находилась синагога. То есть ее сохранность, ее ремонт, все. То есть этот человек менял свечи, потому что тогда электричества не было. Дальше. Этот человек обходил зал, проверял все стулья. Этот человек ходил по синагоге, смотрел что-то там, все исправно, неисправно. И в его ведомстве было очень интересно. Он мог это делать сам, но он мог просто организовать людей, сказать, дорогие, в синагоге есть проблема, нужны рабочие руки. И евреи с величайшим удовольствием и шли для работы в синагогу. Почему? Потому что это было ихнее благословение. Все же вращалось около синагоги. Да, да, да. Вся жизнь практически. Вся жизнь. Да. Дальше. Были учителя закона. То есть меньше рангом. То есть они были опытные как бы в чем-то одном. То есть они тоже могли ответить на многие вопросы. Дальше. Были люди, которых отправляли как миссионеров. И мы знаем, что до первого века у евреев был свой миссионерский метод, синагога, через который очень много язычников, а не пришли к Богу. Особенно Рим. Римский историк Сенека писал, что Рим в субботу на одну треть прованивается еврейскими субботними свечами. Но только женщины принимали культ, а мужчины боялись, потому что за обрезание смертная казнь. Это было в Риме, это была история. Интересно. Так, немножко за синагогу. Было, конечно, место для женщин. Там по сегодняшний день, по-моему, разделение. Я думаю, что новозаветная церковь, по крайней мере, это имело место в бывшем Советском Союзе, сейчас смешались кони-люди, но взяло из синагоги, когда сестры сидят отдельно, братья отдельно. Сейчас, кстати, это практикуют некоторые церкви, но в основном сейчас мужья сидят с женами. И синагога оказала очень большое влияние на мир, на неверующие страны. И мы смотрим сегодня практически так. То, что связано с медициной, оно пришло к нам. Сторы. Даже когда-то Кальвин, я уже тоже рассказывал вроде в одной из передач, он увидел, написано, что больных, которые болеют заразными заболеваниями, надо изолировать. Но в Писании их выгоняли, они жили далеко. Но Женева, зимой было холодно. И он решил построить изоляторы, специально для таких людей, которые держали там до выздоровления. Дальше, мы смотрим, что многие ордена христианские, они брали вот эту основу и двигались в медицине. Это одно. Дальше, учебные заведения все. Они построены по образцу синагоги. Дальше. То, что люди получили весть о живом Боге, это снова же продукт синагоги. Почему? Потому что не священники ишли проповедовать, а в большинстве ишли раввины. И все, что связано с этим, оно пришло к нам от синагоги. И смотри, не зря, сегодня мы говорим, говоря о отстаивании наших ценностей, мы ссылаемся на иудеев, христианские ценности. Мы говорим христианская идеология. То есть, это преподается в хорошем свете, как то, что Богом утверждено было через иудеев, через десяти книжек Моисея. Пяти книжек. То есть, пяти книжек, я хотел сказать, да. Я говорю десяти, да. Десять заповедей. Я имел в виду десять заповедей, Богом данным Моисею. И оно приветствуется сейчас практически во всем мире, да. Поэтому, следующий вопрос, например, ну, еврейская свадьба, если ты готов. Ой-ой-ой, это интересно, это интересно, это интересно, это очень интересно. Двадцать пятая глава Евангелия Матвея, с первого по тринадцатый стих, описана еврейская свадьба. Я, когда проводил семинары, ну, по семье, с молодежью, я поднимал невесту. Относительно этой притчи, да? Да, да. Я у невесты спрашивал, слушай, солнышко, скажи, пожалуйста, сколько твой жених, ну, тогда жених, сейчас муж сказал, что он будет. Она говорит, ну, сказал, что будет в десять. А если бы он опоздал бы на две минуты? Ой, я бы сильно переживал. И сколько я девочек не спрашивал, они мне это говорили. Ну, здесь получается нонсенс. Что, замедлил жених? Ты говоришь об этом, нет? Так он не только замедлил. Он, после того, когда дал девочке кольцо и сказал, я обручаю тебя по закону Моше и Израиля себе, если девочка приняла это кольцо, значит, все, они уже считаются обрученными. Да, могут сделать еще ритуал, все, но дальше парень идет домой. А почему в полночь возвращается? Так, подождите, Августеич, не надо спешить. Понял, давай. И вот теперь день свадьбы. Он называет невесте, он не говорит, я приду в десять. Он говорит, я приду тогда-то, все. И вот невеста с ее дружками, они ждут. Для них жених это самый ожидаемый человек, но он не спешит на свадьбу. Например, если из пункта А в пункт Б должен прийти жених, он выбирает пункт С, Д, И, Ф. Почему это его день? И он хочет, чтобы больше людей разделили его радость. И даже раввинская пословица говорит, если раввин, который серьезно сидит за изучением Торы, услышит шум свадебного барабана, он должен оставить изучение Торы, а выйти провести молодого. Молодой прообраз Бога. Ну да. А невеста ждет. И когда он соизволит прийти, он приходит. И когда он пришел, дверь закрывается, свадьба начинается, все. Он проходит, и он хочет, чтобы больше людей разделили его радость. Это его день. Это его единственный день. День его радости. Но эта притча, она тоже дает нам интересный материал. Она дает нам материал о том, что церковь должна бодрствовать. То есть основная идея этой притчи – бодрствование. Дело в том, что вчера в эфире, вечером, ты, наверное, не видел мой эфир с пастором Павлом. Я, кстати, тронул эту тему чуть-чуть. Когда меня задали вопрос, в каком периоде, Юрий, находится, ты думаешь, в каком периоде церковь находится? Вот в каком периоде последних дней? Я взял вот этот, выхватил этот момент, когда жених замедлил. Практически я понимаю, наверное, и ты со мной солидарен, что как раз мы находимся в периоде, когда жених замедлил. Да. И оканчивая эту притчу, Христос говорит, и так, посему говорю, бодрствуйте. Бодрствуйте. Но Иисус говорит, в данном случае церкви, ну, снова же задает вопрос, кто эти, кто эти девы. Но дело в том, что есть толкование притчи. По толкованию притчи, притчи толкуются только детали, которые относятся к главной идее. А в данном контексте это бодрствование. Да. Церковь должна находиться в активном ожидании Христа. В активном. То есть, дана, как бы, две группы людей. Активная и пассивная группа. Ну, потому что, смотри, потому что это 13 стих заканчивается этой же главой. Посему бодрствуйте, вы не знаете, в который сын человеческий ваш придет. Да. Запятая. И там начинается следующая притча. Да, за таланты. Ибо он поступит. Тот же самый сын человеческий. Ибо он поступит. Мы зачастую разрываем эти две притчи. Но эти притчи, это две стороны одной красивой большой картинки. Согласен. Согласен. Там четыре притчи. Ну да, там еще дальше. Там четыре из каталогических притчи. И тоже я проводил семинар по этим притчам. Это очень интересно. Интересно, очень интересно. Очень интересно. Почему? Вот, например, если взять 25 главу таланта. То есть, мы обычно говорим за врожденные способности и дар, который получил человек. Вот я хочу задать вам вопрос. Юра, ну вы меня видели в Нововолынске времена покаяния. Было. Было, да. Да кто мне сказал бы, что вот это вот будет, что я буду на телевидении говорить или по радио. Мы у тебя на пятом этаже. Ты на пятом же? Да, да, да. Ну вот, у этого, у озера. Вот мы там сидели и как-то чай пили. Да. Твоя матушка, матушка была у тебя? Кто это угощал нас чаем? Напомни. Кто-то угощал чаем? Наверное, мама. Да, матушка была. Поэтому, ну, кто бы мог подать? Ну, Господь-то знал. Господь знал. Мы понимаем, что Бог дает. Да. Избирает человека, дает ему талант, развивает в нем этот талант и ведет человека дальше. И вопрос заключается в том, ну, если мне дали что-то, я должен его использовать. Если его не использую, это прямое оскорбление тому, кто мне дал. Ну, представьте, вы мне подарили хороший новый галстук, я взял его где-то выбросил или спрятал. Некрасиво. Некрасиво. А тем более, тем более, здесь идет обида, ну, извините, прямо от Бога. Да, да, да. Почему? Почему ты не использовал, я дал тебе? Я знаю, сколько талантов сегодня закопано людьми, за которые впоследствии придется, ну... Это интересная тема. По 25-й главе я бы с удовольствием с тобой как-нибудь... Хорошо. Потому что я изучал эту главу. Благословенный. И даже победовал на эту главу. Это благословенная. Не говорите, потому что придется еще одну передачу. И так свадьба, свадьба. И так в полночь. Почему в полночь? Потому что в это время он только пришел. Вот в чем дело. Да. Он уладил, как говорится, свои дела. Ну да. Он увидел эту радость. А поместил все. Да. Люди провели его, все. А теперь туда, где его ждут. Ну да. Все. Невеста уже от него никуда не убежит. Это практически уже его жена. Поэтому Христос, когда эту панораму раскрывал. То есть Христос мыслил категориями еврейской свадьбы. Аминь. Аминь. Ну не русской, конечно. Не русской. Не русской. Не русской. Вот я в воскресенье, по-моему, на свадьбе буду. Но там уже все расписано, что это должно быть, по-моему, в 20 садя. Да. И прочее. А там... Если жених на одну минуту опознает, у невесты щеки надуются. Скажет, а чего ты? А я думала. Хоть у меня, у друга такая история произошла. Было такое? Да. Получилось так. Он поехал в Германию зарабатывать на свадьбу. И приехал буквально в день свадьбы в 9 утра. Мы уже, когда ехали на свадьбу, мы думали, слушай, кто же заменит его хотя бы на церемонии. Но он успел приехать. И хорошая свадьба была. То есть было благословение. Ну, давай... Мы были в Старом Завете, а сейчас в Новом Завете. Давай к Ною возвратимся. Ой, прекрасно. Поднимем вопрос. Семь заповедей сыновной. Мы об этом никогда и не слышим вообще. Мы, немногие из нас знают, Юра, о том, что в основу десяти заповедей, которые получил Моисей на горе Синае, Господь вложил предшествующее этому пять или шесть. Я поправлю. Пять или шесть заповедей сыновей Ноя. Ну, хорошо. Если можно, я их сейчас прочитаю. Вот смотрите. Не идолопоклонствуй, не бахахульствуй, то есть уважай Бога, не убей, но подразумевается от человека, с которым ты живешь в мире, вообще не убей. Не прелюбодействуй, то есть не вступай в половые связи с кровными родственниками, животными и лицами своего пола. Не ешь мясо, отрезанного от живого. То есть животное должно полностью умереть, полностью должна, как говорится, вытечь его кровь. Когда уже животное мертвое, тогда можно есть его мясо. Но когда, извините, я на Украине видел, поросенок еще хрюкает, а ему уже ухо или хвост отрезают и на этом самом, на огне осмаливают и кушают. Да, 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 совершенно верно. Извините. Бог, давая эту заповедь, что он сделал? Он просто дал человеку понятие более такого уважительного отношения к животным. Если ты хочешь есть мясо. Бог не создал животное для того, чтобы его ели. Но если ты хочешь есть мясо, сделай максимум того, чтобы животное минимум чувствовало боль. Интересно. Вот у евреев есть специальный метод забоя скота, называется шкита. И вот снова же человек, который делает забои скота. Второй по духовности в общине. Человек, который прошел курсы. Человек, который сдал экзамен равинато. Только из-за того, имеет ли право он убивать животных. Дальше. У него оружие. То есть, ножи, все для этого. Нож должен быть в два раза больше расстояния до сердца. Он должен быть отполированным. На который ни одной царапинки, ни одной зазубринки. Потому что, если он убьет животное по еврейскому закону, Дальше придут два или три человека, которые проверяют. Самое первое, они проверят орудие, которым человек убивал. И если там это есть, все животное сразу не кашер, то есть не чистое. Для евреев его кушать нельзя. Настолько скрупулезно все было. Настолько скрупулезно, да. А затем подали эту отрезанную тушу или половину подали женщине на раздел. Что она делает? Хорошо. Что делает женщина? Я просто перед этим еще хочу сказать, что евреи не едят задней части. То есть, задняя часть отдается для язычника. То есть, переднюю часть. Вот теперь женщине дали кусок мяса. Она приносит его домой. И она обволакует его в крупную соль. Для чего? Заповедь. Не ешь с кровью. Она обволакует его в соль и оставляет на полчаса. Потом, через полчаса, она смывает эту соль, которая уже впитала кровь. И может еще на несколько минут сделать так же. Потом она обмывает, ложит в нечистую посуду. То есть, у евреев три вида посуды. Ну, может, четыре. Я точно не помню. Это для молочной пищи. Дальше. Нечистая посуда. И чистая посуда. И вот в нечистой она проваривает это мясо. Первоначально. Да, да, да. Первоначально. Потом она его проварила. Это все выливается. А мясо ложится в чистую посуду и уже начинает готовиться. И мешать это нельзя? Нет, нельзя. Нельзя в посуде, которая хоть раз варилась молоко, делать мясную пищу. Нельзя. Если ты хочешь это сделать, значит, посуду надо кашеровать. То есть, очищать. То есть, определенный ритуал, определенный обряд, который хозяйка делает. Интересно. Вот даже то, что в Израиле, в Иерусалиме и в других городах на Галилейском море, в готелях останавливаешься, вечером тебе чая не дадут. Потому что в этих кружках утром было молоко. То есть, это настолько запрет. Однажды кто-то из нашей команды позволил себе налить в эту кружку, налить себе чай. Горячий чай. Если бы вы видели, как подлетел этот еврей, с каким видом он бросился, по-моему, на Рому или на Эрика, на нашего. С каким видом он, глаза вот такие огромные. Да ты что сделал? Да ты куда налил чай? То есть, это действительно то, о чем ты говоришь, у них по сегодняшний день это свято. Ну, вы благословенны, меня извините, пожалуйста. Но евреи, они исполняют закон. Продолжают. Продолжают. Потому что закон дает. Что он дает? Он дает здоровье. Но я не буду в эфире рассказывать о том, какое здоровье оно в женщине. Потому что, ну, это исходя из этических соображений. Дальше. Когда человек кушает мясную и молочную пищу за раз, это уже сегодня ученые довели, это не я. Организм вырабатывает мини-яды. И много чего сегодня можно говорить. И они остаются в организме. Они остаются в организме. И выводить их очень сложно. Вот евреи, как говорится, исполняют закон. И благодаря этому закону они живут долго. Совершенно верно. Ихние женщины не болеют по женскому. То есть, если женщина исполняет закон. Ну, это есть. Да. И так возвращаясь к всем заповедям Ноя. Ну, я еще не все их зачитал. Ну, конечно. Последнее относительно, по-моему, судебной справедливости. Вот, сделай условие для праведного суда, потому что во всех временах суд – это дело Божье. Хорошо. Суд – это дело Божье, то есть правосудие, от которого мы, в частности, тоже отошли. Дело в том, что закон говорил не признавать на суде родственника никого. Ты, как говорится, от имени Бога делаешь это. Суд – это дело Божье. И что интересно, вот я знаю многие писатели, они писали, если человек, если человек ложно обвиняет кого-то, или же делает негативное кому-то, обязательно это приходит в его жизнь. Обязательно, если не в его жизнь, то в жизни его детей. А это довольно плохо. То есть, это закон, это принцип сеяния, наверное, и идет, жатва идет. Но снова же, эти семь законов сынов Ноги довольно интересные. Почему? Это был завет Ноги. И что интересно, в этом завете одна очень интересная деталь – радуга. Что это такое? Завет между Богом и между человеком. Ну, завет между Богом и человеком – это одно. Но в этом завете Бог что-то показал. Довольно сильное, довольно могущественное. Что? А ну-ка. Еврейское слово «радуга» и еврейское слово «боевой лук» – одно то же самое слово. Даже выглядят они так одинаково. Бог как бы сказал, я повесил свое воинское оружие, все. Этого больше не будет. Для людей, которые жили тогда, это ясно. Мы сегодня, мы сегодня, ну, мы европейцы, мы не восточные люди. Мы сегодня не знаем, что такое завет, хоть мы говорим, что знаем. Мы сегодня не знаем элементарных вещей Востока. Мы сегодня предаем друзей, мы сегодня делаем негативные вещи, хоть там мы видим завет, который был заключен между Давидом и Анафаном. И Анафан ишел на все ради того, чтобы спасти своего друга. И еврейское, между прочим, слово «друг» – «хевер» – означает «человек, который с тобою прошел через завет». Все. Это кровный завет. Кровный завет. А на Востоке были только кровные заветы. Интересно. Это очень интересно. Видишь, мы нарушаем. Мы сказали слово, потом забыли, потом передумали, потом изменили это слово, дали обещание кому-то. И вот это флип-флап. Как американцы говорят, туда-сюда, вот туда-сюда, к сожалению. Но у восточных народов это было как закон медианы персов. То есть это было жестко, строго, и это каралось смертью, нарушение закона. И я еще немножко хочу сказать за эти все законы, сыновной, это правила праведного язычника. Когда человек приезжает в Израиль, хочет жить в Израиле, вот эти правила предлагают ему для жизни. То есть это как празелит, он мог становиться празелитом. Да. А таких много же было. Из ханаанских народов, из иноплеменников, когда они соглашались жить согласно канонам еврейского народа. И они, кстати, обрезание должны были тоже делать. Нет. Нет, да? Нет. Только евреи должны были. Да. Дело в том, что... Раз ли празелиты не должны были обрезать? Сейчас мы дойдем до этого. Пожалуйста, а ну-ка. Дело в том, что если человек хотел жить по всеми заповедями сыновной, он мог изучать Тору. Но ему запрещалось те места, которые касались сугубо евреев. Ну, храм, нельзя было ему в храме. Дальше. Он может идти в принт. Юра, а ну-ка. Дальше. Правила субботы. Им запрещалось ее исполнять. Суббота чисто для евреев была? Да. И им запрещалось читать и изучать то, что касалось сугубо священников. Но если человек хотел переступить эту грань и стать евреем, если все-таки человек решает стать евреем, то есть приобщиться к народу Израиля, тогда он изучает эти все правила. Тогда он будет своего рода экзаминированным равенатом. И тогда, извините, миква, крещение. И тогда обрезание. Все-таки лучше быть христианином. Во Христе Иисусе новая тварь и все. И не накладает, не налаживает на тебя таких жестких обязательств. Я понимаю, налаживает, не налаживает, но Писание мы должны изучать. Ну, конечно. Потому что очень много того... Вот смотрите, элементарное. Любимое правило Гелеля. Не делай другому того, чего не желай себе. Да. Есть интерпретации. Не осуждай человека, пока ты сам не оказался на его месте. И есть очень много других. Хорошо. Золотое правило. Золотое правило. Почему? Потому что я не хочу, чтобы меня оскорбляли. Я не хочу. Значит, ты не оскорбляй. Я не должен оскорблять, конечно. Я не хочу, чтобы кто-то злился на меня. Или обманывал меня. Да. Не обманывал. Не обманывал. Но элементарные вещи. И вот именно синагога была местом, где обучались этому. И вот многие римские матроны, после 180 года до нашей эры, когда они завоевали Грецию, греческая философия своим развратом завоевала их. Потому что до 200 года до нашей эры, в Риме был всего один развод. Всего. И как бы мотивом развода было то, что женщина не могла родить ребенка. Все. Но после 180 года пошло страшное. Они завоевали Грецию. Вот в чем дело. И греческая философия. И вот эти матрены начали приходить в синагогу. Женщина пришла. И она что-то увидела. Во-первых, высокий моральный статус. Раз. Во-вторых, уважение к женщине. В иудаизме женщина, это хранительница домашнего очага. Это мать Израиля. И женщины оставались там. И изменение, изменение. А Дух Божий работал, как тогда, так и сейчас. Мужья удивлялись, что с женами происходило. И их интерес заставлял тоже идти туда. И получается, вот Сенека, я уже сказал. Он писал, что Рим прованивался на одну треть. То есть, одна треть Рима зажигала субботние свечи. Интересно. Мы готовы к следующему вопросу? Пожалуйста. Например, одежда Иосифа. Тоже интереснейший вопрос. Ну, что может сказать одежда? Ну, практически ничего. Особо ничего, да? Да, ну, если мы о ней ничего не знаем. Ну, да. Ну, мы увидим сегодня, человек идет в хорошей одежде. Ну, классно, все. Хорошо пахнет, прекрасно. Но на Востоке было чуть-чуть по-другому. Это имело свой статус. Да. И вот, после того, когда Рувим упал духовно, когда Симеон и Левий устроили Сихемскую бойню, тогда отец берет старшего сына от другой жены и одевает в разноцветную рубашку. Что это означало? Это означало, что он дал Иосифу статус первородного. Это от Рахили. Да. Потому что Вениамин и Иосиф были от Рахили. Да, да. И вот теперь мы видим, что Иосиф первородный. Но мы видим также, что и Бог начинает работать с Иосифом. И вот с Иосифом есть еще одна интересная работа, то есть действие. Но то, что он первородный, это само собой. Мы видим, что Бог начал работать с ним. Почему? Потому что алмаз, когда достают, его начинают шлифовать. Для чего? Чтобы сделать с него бриллиантик, который в цене на много раз больше. И вот мы видим, Иосиф не мог иметь дело с своими братьями. Почему? Ну, он их довел до того, что они продали его в рабство. Но ребенок, ну, не знал, как себя вести. И вот теперь Бог ведет его на 14 лет в Египет. Для чего? Для того, чтобы этот камышек отшлифовать. Для того, чтобы он засиял на небосводе Египта как спаситель. Как спаситель Египта и спаситель своей семьи. И дальше мы видим интересные вещи. Иосиф перед фараоном. То, что видели египетские, то есть фараон, это довольно легко толкуется. Но в этот момент Бог забрал мудрость у этих мудрецов. Ну, я думаю так. Почему? Вот Иосиф рассказывает, фараон рассказывает, он видел коровы, которые выходят с Нила. Сначала семь тучных, потом семь худых, которые уничтожили этих семь тучных. Потом так же самое заколоси. Человек, который знает Египет, немножко египетскую символику, он прекрасно все разъяснил бы. Но здесь получается интересное. Люди, тайноведы, гадатели не знали. Иосифа приводят, его обстригают, его полностью одевают, омывают по египетскому этикету и ставят перед царем. Перед фараоном. Фараон рассказывает ему сон, и он ему толкует. И не только толкует, но дает ему выход из положения. Сразу же. То есть он сказал, семь тучных коров вышли из Нила. Нил разливался. Вот летом, когда таяли ледники, он разливался и выносил родючий намул на поля. Если этого не будет, в Египте будет голод. И это объясняет еще одну историю за Моисея. Почему три месяца ребенок был скрываемый? Потому что вода была на полях и коммуникация была перерезана. И вот теперь он объясняет. А теперь, в следующих лет Нил не разольется. А это означает голод? Голод. Нет урожая? Нет урожая. Там несколько месяцев вода стояла на полях. Земля пропитывалась. И в Египте был очень интересный сорт пшеницы. С одного зерна вырастали семь колоссев. То есть на то время Египет считался мировой житницей пшеницы. Так как Украина сейчас? Или говорят Россия? Ой, да не Украина и не Россия. Сейчас Саудовская Аравия дает намного больше пшеницы, чем Украина и Россия. Понятно. Хоть там пустыня. И мы смотрим дальше. И после этого он дает фараону совет, что делать. И тогда фараон говорит, ну где нам достать такого человека, на котором Дух Божий? И он поднимает Иосифа с заключенного до премьер-министра и руководителя его дома. То есть он занял сразу два поста. И мы видим, что он спас Египет. Говорит, фараон ему сказал, только своим троном я буду выше тебя. Да, да. А все остальное в твоих руках. Ну, была еще одна вещь. За Иосифом была постоянная слежка. Постоянная. Почему? Фараон не хотел потерять такого ценного кадра. Он его полюбил. Я по-другому не могу объяснить те действия, которые он делал дальше к нему. И плюс, фараон понимал, что Иосиф находится под угрозой. Почему? Он умрет, Иосифа уберут с Египта быстро. Что он делает? Он вводит Иосифа в свое состояние. Высшей жреческой олигархии. Он женит его на дочери жреца Иллиопольского. Все. Иосиф неприкосновен. Все. Он вошел в касту. В особую касту. А египетские законы запрещали арестовывать жрецов, отнимать у них имущество. Все. И мы видим от разноцветной рубашки до разноцветной одежды второго человека в Египте. Кстати, о разноцветной. Было самых, говорят разноцветной, это как будто там семь цветов радуги он сделал. Нет, это не так. Да, это не так. Было пурпурный цвет, самый дорогой цвет. Для того, чтобы выработать пурпурный цвет, он стоил очень дорогого. Я понимаю. И он вырабатывался в Палестине. Совершенно. И второй красный цвет. Поэтому доминирующими цветами его одежды, основными на 99% это был пурпурный цвет и красный цвет. Это не было что-то там. Я понимаю. Но еще самое интересное то, что сегодня, сегодня в наше время, шейхи Ближнего Востока, они выделяют первородного сына такой же самой разноцветной рубашкой. И все видят, что это первородный. Видишь. Это наследник. Видишь. Оттуда оно пошло. Ну да. Оттуда. У нас три минуты осталось, мне подсказывают. Ой-ой-ой. Да, у нас осталось три минуты. Но это возможность в следующий раз встретиться. Мы даже, знаешь, я еще хотел поговорить, например, крест. Голговский крест. Традиционный крест. То есть, может, в следующих программах мы поговорим об этом. Это тоже очень интересная история. Целый ряд есть вопросов. Да. Таких серьезных. Юра, мы совершим молитву сейчас. Хорошо. Придем к нашему Господу, мы встанем на ноги, призовем Его святое великое имя. Написано, исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. И что интересно, Христос, когда говорил эти слова, Он же ссылался не на Новый Завет. Я понимаю, но Павел еще интереснее говорит. Все Писание Богудухновенно и полезно. И Он тоже же говорил относительно Ветхого Завета. Не было написано еще ни одной книги Нового. Ни одной. Насколько это интересно, даже история она интересна. Не зря ты говоришь правоверные и особенно раввенные. Они так Талмуды изучали, на память знали. Вот это да. А как-то, к сожалению, у нас даже в библейских школах оно как-то поверх уйдет. Оно по вершкам попрыгали, попрыгали. Вообще не уделяем времени и места для изучения Старого Завета. Но оно интересно, оно назидательно. И во свете вот этих моментов нашей беседы, оно всплывает такие очень своеобразные детали того, о чем мы и не знали. Потому что, как ты говорил, эти характерные особенности, они были присущи и присущи для, скажем так, для культуры, для особенностей того народа. Да, даже вот возьмем Матфея Нагорную проповедь. И блажены нищие духом. Да. Но мы же думаем, что это блажены те, которые просят. Конечно. А Давид пишет, все нищие возвал. Возвал. То есть, это люди, которые чаяли надежды и спасения Израиля. Мы встанем на ноги. Подойди сюда, пожалуйста. Господи, мы благодарим Тебя за этот прекрасный вечер. Или прекрасное утро, если нас в Европе смотрят. Господи, мы благодарим Тебя за Твое живое слово. Было сказано слово сегодня. И во свете этой беседы я знаю, что мы приняли это слово. И мы хотим поступать по этому слову, жить по этому слову. Мы хотим находиться в Тебе постоянно, в Твоем живом, вечно сущем слове, коим Ты являешься. Господи, мы благословляем каждого зрителя, благословляем наши дома, наши семьи, благословляем детей. Благословляем на принятии, восприятие, Господь, Твоих живых истин, которые столь необходимы для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Во имя Иисуса, Отец, мы приходим к Тебе за все благодаря Тебе. Отец и мой Дух Святой. Аминь. Аминь. Спасибо, спасибо, Юра. Мы будем встречаться. В следующий раз будем встречаться с тобой. Найдем те интересные моменты, которые будут благословением, назиданием и помощью для изучения, в изучении Слова Божьего. Поэтому, Господь, да благослови. Итак, друзья, мы были с Юрием Аскеровым на программе «Влияние». Спасибо, что вы были с нами. Знаем, что это было благословением для вас. Еще раз помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Оставайтесь с нами на импакте и будьте благословены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok